Салютики, друзья! Мы дома, доехали хорошо, в 7 утра мы были на месте. Нет, 7 уже спать пошли. И думали, поспим до обеда и будем уже вечер складывать, с вами заниматься. Но знаете, что-то не спится. Проснулись в 11 и давай, думаем, борщица поедим. Артём сварил борщец вчера. Да? Молодец. Пришли, дома порядок, борщ, огромная кастрюля. Артём, а это что такое? Саша на маму вчера приходила борщ варила. Сейчас мне предстоит разобрать чемоданы, переутюжить. В общем, вернуться в жизнь мне нужно теперь. Непонятно, что я тоже смотрю. Да, Артём его поливает. Может кто знает? Там листья, но пошла к ним. Смотрите, может быть, ты не долил, а теперь уже перелил. Смотрите, полдерева листья повисли, а вторая вроде пока нормальная. Надо, может, землю раздрехлить ему. Нет? Может пересадить. Да. Да. Второй раз он здесь все начинает сбрасывать. Осень, потому что... Хорошо бы если сбросила, а тут непонятно, они не опадают. Я потрясла. Ой, вот этот опадает. Пока не тревайте, может, не поливайте больше. Тыква уже, естественно, сдохла. Меланда Хэллоуина не достояла. Артём говорит, они её убирали, и с неё там снизу как палилась. И там плесень, и всё вытекающее было. Возьми палочку какую-нибудь длинную, и сделай ему там дренаж немножко дырок, чтобы он мог. На ствол, видишь, он какой белый? Видно, подгнивает, наверное. Наверное, перелил. Ты раньше, наверное, не доливал, а теперь взялся с энтузиазмом, наверное, и переливаешь. В общем, нужно присмотреться к этому растению, что ему надо. Кушаем. Приятного аппетита. Булка мне ножки лижет. Ой, как хорошо дома. Весело дома. Молодая хочет играться, а старая нет. Достает, достает его, смотрите, достает, достает. Достает. Бои без правил, да, булочка? Ага, ага. Уже еле дышишь. Вот её прёт, энергичная девчонка. Решили всё-таки начать с распаковки вещей. Мне осталось, в принципе, чемодан разобрать. По мелочи всё разобрала. Саша на рюкзак ещё стоит. А, ещё Саша на рюкзаке стоят. Самое нелюбимое – это разбирать вещи. У всех, наверное, так, да? Желательно в первый день это сделать, чтобы потом не париться. Саша решил сразу же пропылесосить. Кстати, огнетушитель мы так и не посмотрели. Есть он? Нет. А где он? Я не знаю, да? Где он? Наверное, там, в коробке стоят. О, классно. Ага. Всё, вынесли уже лишнее, освободили. Единственное, ещё стаканчики. Вчера в Меркадоне стаканчиков набрали в дорогу. Слушай, только неделю были в отпуске, у меня такое чувство, что мы годы поездили. Да? Столько крошек. Ха-ха-ха-ха. Так, ладно. Это я унесу. Тут, кстати, пробники духов. Оставить тебе колокосты здесь? Оставь, да? Мы там вчера в одном магазине покупали. Нам дали пробники вот. Неплохие, кстати, вот эти. Такие, знаете, свеженькие, что ли, я бы сказала, приятные. Мужские. И женские дали. Вот эти мне вообще не нравятся, я уже говорила. Многим нравятся, но это абсолютно не моё. И вот этот я тоже попробовала. И тоже. Тоже вообще никак не зашли. Ещё менее, чем вот эти. Такие прям. Саше понравились, а мне вообще нет. А у нас в городе уже осень-осень. Я думала, я буду совсем деревья лысые, но чуть-чуть ещё есть листва. Просто вот по краям, посмотрите, всё лежит, шуршит. Мы вчера заезжали. Прям я так удивлена была. Как-то мне вчерашняя поездка тяжело далась. Наверное, меня тоже укачало в этой машине. Она более плавно идёт. Есть, наверное, немножечко. Когда сидишь в телефоне, это вообще удивительно, кого может не укачать. Саш, я раньше в Латвию ехала, меня не укачивало. Просто, может быть, ты много сидишь? Меня имеют в виду в другой машине. А по этой факту, что укачивает, вот Артём тоже говорит, даже когда недалеко. Я не замечала. Но вот в ту сторону ехали нормально, а обратно мне тоже так показалось. Может быть, показалось. Но мы выехали и надеялись, знаете, на прогулки, красивые виды. А по факту всё время шёл дождь. И поэтому тогда уж можно было просто быстрее по автобану. Но удивительно, сегодня четыре часа поспали и бодры. Наверное. Ну что, наверное, ты не бодр? Пока бодр, в моменты, мне кажется, я кофе выкал, потому что. А, ну я-то не пью кофе. Так, сначала к маме зайдем поедем? Сначала к моей, потом давай к твоей. В общем, гостинцы отвезём, поболтаем, увидимся. Не видели же давно. Неделю. Может, чуть больше даже. Там у нас мёд, винишко, сыр. Чётки. Чётки, ну в общем, всякое такое. Каждому своё по интересам. Чётки мама заказала из... Хотела вам показать, там всё так зарыто. Из монастыря. Из монастыря. Это какой-то лавандовый мёд. У меня мама просто... Ещё там какой-то фанат мёда. Мёд на завтрак всегда обязательно. Как у нас с Сашей яйца, так у мамы мёд. Мёд и сыр. Творог. Или творог, да. Ну, сыр тоже иногда. Себе ничего мы из продуктов не везли. В принципе, ничего лишнего не покупали. Потому что, по ощущениям, у нас тоже всё есть, всё продаётся. То, что, может быть, хотелось бы привезти, для того нужен действительно нормальный холодильник, да. У нас его нет. Может быть, на самолёте было бы чуть проще, для того, загрузился пару часов и прилетел. А сутки в машине везти, ну, такое себе. Поэтому себе ничего не брали. Хотя Саша изначально собирался вот эти консервы. Как они? Кальмары. Кальмары, да? Вот, может, зря они взяли. Не хотелось ничего. Не хотелось? Просто вчера, по факту, когда мы заезжали в магазин, ничего не хотелось. Мы были очень сыты. И мысли в голову не лезли о том, что хотелось бы взять. Наверное, такое нужно брать в процессе отдыха. То есть, пошёл в магазин, там, хоп, взял, положил уже, у тебя лежит. А в последний момент, когда ты так на вплывок забежал? Набегом. Набегом. Скажем, вот эти вот испанские сладости, как они называются? Ну, скажи, как они называются? Ну, тут такое вяз, как зубом липнущее, и не только. Не очень нам нравится. Конфеты какие-то, тоже мы не знаем, какие-то нормальные. Печенье. Ну, ничего такого, вот такого ничего не хотелось. Выбор сладости у нас гораздо интереснее. Вот эти вот, их национальные вот эти вот булочки, как они называются? Не знаю, ну, понимаете, такие кручёные посыпанные сахарной пудрой. Они с тыквой бывают, ещё с чем-то. Я как-то привозила им с Майорки, тогда в аэропорту свежее покупала. Не ели. Кто не ел? Кто почти? Ну, не хотя. Я потом всё доедала совсем. Чуть попробовали, Артём вообще не ел. Так что, ну, такое. На месте, конечно, много вкусных продуктов. Вот, ну, вот, ну, ты же не повезёшь с собой там какие-нибудь креветки или, ну, вы понимаете, да? Цены на продукты мне показались там, ну, в принципе, я уже в прошлый раз, когда мы ездили, видела. Гораздо дешевле, чем у нас, скажем, филе куриное, там, 6 с копейками, да? У нас ты за эти деньги уже не купишь. У нас, по-моему, 9. Ну, это в лучшем случае, если не ошибаюсь. Раньше мы ногу покупали, хамон. Раньше ногу покупали, но практика показала, что мы её не доедали. Когда сначала с энтузиазмом, потом уже надоедала. Тоже пить от неё хочется всё время. В общем, как-то вот так. Сегодня в городе у нас серенько, но дождя нету, плюс 16. Артём говорит, вчера было классно. Вчера не было здесь нас. А Саша всё никак, видите, очки солнечные не снимет, его никак не отпустит. Я всё намолю. И как, припекает? Да, очень. Вот лично, я рада за тебя. Мы хотели всё записывать, все траты. Помните, раньше у меня был блокнотик, в другой машине лежал. И я записывала там. А вот обычно, когда мы едем, такие вот траты все полностью. От продуктов, кафешек до топлива и прочего. И было интересно посчитать. Вот мы ездили, скажем, 6 лет назад, потом мы ездили 2 года назад. И там всё прям записано. И можно сравнить, сколько стоило топлива, например, тогда и сейчас. Сколько там, ну вообще, какие основные траты были, насколько поменялось. И вот в этот раз хотелось тоже, ну вот как-то сразу не взяла нужный блокнотик, не задала темп и вот не записала, аж расстроилась. Так мы приблизительно держим в голове, сколько мы потратили. Но всё равно, хотелось бы вот прям вот расписано и видеть, всё интересно же. А у меня же записано что-то в езде. Ну, это не то. В общем, я записала только дорогу и заправку. Всё вместе, это получается вот транспортные расходы, назовём. 377 евро это стоило. Вот. Кстати, там чеки тоже лежат, могут пригодиться, там пускай будут. Я тоже всегда ячейки собираю. У меня и в том блокнотике все подшито, там всё есть. Вот именно такие путешествия, когда мы ездим в Грецию, по-моему, или куда-то там вот на самолёте, как-то нет. А вот когда на машине, всегда записываю. Просто вот свой собственный интерес, и зрители часто спрашивают. А ещё мы записывали, когда в круиз в прошлом году ходили, да? Помню, записываю. Тоже записывали, по-моему. Потому что мы тоже на машине. А нет, но основные записывали, такие уже, где по городу ходили, по-моему, такое нет. Что там уже сами по себе тратили. И вот получается, что 377 у нас транспортные расходы. Это всё вместе и с катанием там до Барселоны, и на эту гору эту, Монсерат. Всё вместе, да? Плюс 900 с копейками стоил отель. Я не помню точную сумму. Там как-то я через чек 24 брала. Было 980 с чем-то, по-моему. Но они 60 возвращают обратно. И получается там, ну, грубо говоря, там 920. Я считаю, что это очень крутая цена на четверых с питанием трёхразовым. Тут, конечно, можно сказать, удалось сэкономить. Потому что, если бы мы взяли бы апартаменты и питались бы, и сами покупали бы, и кафешки, это было бы оу. Ну, а всё остальное, мы там вот говорили, в Барселоне мы около 300 потратили, да? Ну, это вот к тому, что некоторые интересуются ценами. Планируют, допустим, какие-то поездки, свой бюджет планируют. Так вот, плюс-минус в 2000 вложились. Да? Чуть больше, наверное, не будет. Ну, если там считать ещё какие-то свои вещи, буквально там Саша сумку, вот это там, не знаю. Мне кажется, даже меньше, если это не считать, если считать вот чисто развлечения, проживание, дорога. Даже, может быть, тогда 1600-1700, да? Ну, что, в принципе, на четверых я считаю, что нормально на неделю. И вот Саша опять едет заправляться, опять топлива нет. Сколько у нас дизель? Я не вижу, что это дизель. А его нету. Его нету. Нету цены. Это как, что его реально нету? Или просто он бесценный нынче? Можно взять пистолет и посмотреть на пистолете сейчас. Что-то, конечно. У нас с другой стороны бак нет, с этой? Раньше был другой. А, точно. Что касается дорог платных, бесплатных, стоит ли это той экономией вообще? В этот раз мы ехали туда по платным, назад по бесплатным. И можем немножко какие-то подвести наблюдения. По платной удобнее ехать. Скучно, конечно, по автобану. Монотонно, более хочется спать. Да. Но это стоит 90 евро, допустим, через всю Францию. Для нас примерно обошлось. Ты практически вообще ничего не увидишь. Ты просто... Да, будешь ехать. Но ты будешь ехать. Ты сэкономишь в нашем случае 3 часа. Да, но летом это тоже не всегда так гладко. Бывает и на автобане пробки. Да, бывает на автобане. Потому что сейчас не сезон. Вообще в сезон. Часто на платежках пробки, это да. Или там аварики, это все тоже не исключается. Плюс это то, что есть удобные места, где сделать паузу, да? Сходить в туалет. Ну вот это вот все. Да, а по бесплатным все-таки красивые виды, городки, все. Очень красивые, действительно. Вот едешь, прям старая вот эта архитектура, да, церкви. Но больше устаешь. И вот вчера прям почувствовали, что устали, да? В какой-то момент, где вот в 11 вечера уже просто остановились, пошли поспать пару часов, потому что не могли ехать. Скорее всего по автобанам бы доехали сразу. Потому что ты едешь то в город, то скинь, то перекрестки какие-то, да? То еще что-то. Все равно устаешь больше. Больше концентрации, больше внимания требует такая дорога. Плюс еще момент. Хочешь туалет, да, это тебе Макдак. Или какое-нибудь такое место нужно найти, куда сходить. Плюс, что я хотела еще плюс сказать, минус какой. А, то, что после, когда уже темнеет, да, и ты проезжаешь города, и едешь уже там, где нету населенных пунктов, там могут выскочить животные. Нужно очень сосредоточенно смотреть в темноте, да? Да, животные. Там может выскочить действительно. И очень много знаков, что внимание, то есть здесь могут выскочить животные. И ты едешь прямо ночью сконцентрированно и смотришь, чтобы только не прозевать этот момент, если он будет. Поэтому, да, такая неприятность, если случится, это выйдет дороже, да, чем ехать по автобану. Да, как бы, такое. В общем, решать всем самим. Мы не в доумении, у нас 50-50, наверное. Наверное, по настроению. Если очень хорошая погода, можно прокатиться вне платных дорог. Если спешишь и надо доехать, то, может быть, надо ехать по платным. Если ехать дальше Барселоны, скажем, то однозначно по платным. Да, ты можешь больше времени захватить, больше расстояния проехать. Вот, и не так вымотаешься сильно. Ну, в общем, такая двоякая ситуация. Но 90 евро вам нужно рассчитывать на легковую машину через всю Францию, чтобы проехать. Это немало так-то. Но за все нужно платить, наверное. Комфорт, время. Однозначно с прицепа по бесплатной мы бы не поехали. Поднимали в комментариях тему по поводу... Есть дизель, Саш? Есть дизель? Евро 55. О, хорошая цена, кстати. Евро 55 дизель. Дешевле, чем во Франции. Поднимали цену вопрос. Писали, что они по нашим дорогам, автобанам едут бесплатно, а мы за их платим. Вот я тоже считаю, что какая-то несправедливость, да? Мы платим дорожный налог. Немаленький. Ну, 300 сколько там евро в год, да? Только мы, а сколько таких? А они пользуются этими автобанами на халяву. Мы к ним приезжаем и отстегиваем такие деньги. Как бы разумненько было бы, наверное, сделать для приезжих автобан платный, да? И также это хорошо бы простимулировало бы тех, кто приезжает сюда, живет здесь на постоянке, но пользуется номерами другой страны. Например, поляки, да? Которые живут вот в приграничной где-нибудь зоне. Конечно же, в Польше им гораздо выгоднее все это делать, налог платить и все это, обслуживание и прочие страховки. И, например, да, живет на постоянной основе он в Германии, а ездит на польских номерах. Вот если бы он платил бы за то, что он ездит на польских номерах по Германии по автобану деньги, конечно, у него была бы мотивация все-таки пересмотреть свои траты. И, возможно, выгоднее оказалось бы все-таки сделать немецкие номера, заплатить здесь страховку и налог. Ну, вот такие вот моменты. Что-то вот с одной стороны вроде бы наше государство очень скрупулезно смотрит, где бы содрать лишних денег с населения, да? Где бы еще ужесточить налог, где бы еще за воздух денег взять, еще за что-то. А вот такие вот моменты как бы вот упущены почему-то. Мы вот с Сашей вчера дискутировали. Но он говорит, что, конечно, чтобы сделать везде платные дороги, нужно тоже выделить достаточное количество финансов в сети. Пункты, да, вот оплаты и прочее. Да. Да. Заправился? Молодец. Так, были уже у мамы. Сейчас Саша поехал мыть машину, заехали в экшен. В Нидерландах мы сейчас. Смотрите. На этой неделе, по-моему, да? Идеал оф шведан, чехлы для наушников. Это же дорогая фирма. Евро 99 всего. У меня был от этой фирмы чехол на телефон для предыдущего телефона. Хороший такой, знаете, под кожу. Ну, под, а не кожу. Дорогой и облупился. Обидно, когда отдаешь большие деньги, оно... И все. Так, Саша меня отправил за влажными салфетками для машины. Ну, так как у меня есть время, я посмотрю, пожалуй, весь ассортимент. Батарейки Duracell. А здесь, кстати, были вот эти чехлы. Их нету, похоже, уже разобрали. Я бы тоже взяла бы, кстати, если были бы. Нету. 9,98, 20 штук. 12 таких и 8 таких. Хорошая цена, да? Полочка из чупа-чупс. Такие химозные, знаете, ароматы. Свечи огромные. Маленькие. Такие ароматизаторы для дома. С палочками, которые, да? Выглядит, как лекарства раньше запаковывали. Сейчас, наверное, тоже. Так, напитки. Сами конфеты чупа-чупс. И даже гель для душа. Какие интересные кружечки. Я не понимаю. Или евро 49? Нет, наверное, вот эта цена, да? Непонятно. Или 2,49 тоже нет. Смотрите, разные расцветки. Это как у нас тарелки. И вот еще вот красивая. Теперь мы в Лидли. В Нидерландах. У них черемоя тоже продается. Евро 49 штука. Одну возьму. Попробовали черемоя? Попробуйте. Вкусная? Нет. Это иначе выглядит. А что с ней надо делать? Просто режете пополам. Да. И кушаете ложкой. Там такие черные косточки. Их нельзя кушать. Остальное все кушаете. Это полезно, говорят очень. Сейчас я попробую. Все не буду. Все. Это что? Авокадо такие страшные? Да и хорошие. Потому что сейчас было... Нет, сейчас попробуйте. Они прям проваливаются. Попробуйте. Манго 2.49 за штуку. Это не био. Нет, это био. Простые евро 79. С манго тоже как повезет. Иногда волокнистые. Редиска. За картошкой я зашла. Ну и заодно. И заодно прогуляюсь. Думаю, может все-таки тыквенный суп сделать на днях. Но я еще кто-нибудь поедим. О, это эти грибы большие. Которые исполняют чем-то, да? Портабелло. Сколько стоит Портабелло? Нету цены. Есть. Евро 49. Две большие шляпки. Вешенки. Евро 99. 200 грамм. Что-то хочется завтра приготовить. Не знаю, что. Завтра, может, и схожу уже в магазин. Когда передумаю. Ну вот я тут склоняюсь к тыквенному супчику. Булочка-проверочка, что купила, да? В общем, я передумала насчет тыквенного супа завтра. Потому что я вспомнила, у нас же еще борщ и еще с фрикадельками есть суп. Поэтому кто-то мне, я еще до отпуска спрашивала, что приготовить, подкиньте идею. Напомнил мне про плов. Плов будет завтра, скорее всего. Будет он с курицей. Опять появился набор морковка с лучком. С курицей, потому что в прошлый раз я брала другое мясо. Не помню, с говядиной я в прошлый раз сделала. В общем, Артему не понравилось, он мясо выбирал. И еще какое-то я мясо. Короче, с Артемом все сложно. Лучше с курицей. С курицей он точно ел. В общем, купила я, получается, яйца, курица. Вот эти бедрышки без шкурки, без косточки. 800 грамм. Вот этот вот наборчик, да? Картошки 5 килограмм. Редиска 250 грамм. Вот такие помидорки 400 грамм. И одну черемою. И все это стоило. В принципе, я считаю, что нормально. Я много набрала на 23,85. Сколько стоят эти порезанные? Ой, ничего не понятно. Это же Нидерланды. Так, это томаты 2,99. Это филе 8,49. Вот это вот без шкурки, без косточки. Ладно, отойди, Свет, за... Редиска 89 стоила. Худспот. Что это такое? Вот это, наверное, и есть. Евро 89, да? Потому что это яйца 2,39. Черемоя евро 49. И картошка. Ну да, евро 89 получается. И тут килограмм. В принципе, я думаю, что это нормальная цена. Здесь я, конечно, погорячилась. Утюжить я сегодня так и не начала. Чемодан до конца не разобрала. Но почти я разберу. Надо вот, Саш, твоё всё в стирку? Нет, рубашку я не носил. Джинсы не надо. Ну, в общем, разбери, что куда. Белую. И я тоже сейчас. Это нельзя руками стирать. Белую надо попшикать. Белую на руке, да. Потому что на пикну не стирать. Может, стирается, посмотрим. В принципе, это всё. А, вы видели, какие носочки у меня Саша купил? Не знаю, что-то. Я показывала, нет? А здесь у тебя в гостюночку вошёл. Что-то так мне понравились. А где второй? Булка ты унесла? Нет, вот он. Вот. Ну, сейчас разбираю до конца. Чемодан разберу. С этим вопросов нет. Вот насчёт утюжки сегодня я уже не знаю. Милан, расскажи, тебе понравилась наша поездка? Я. Что понравилось больше всего? Позови, Саш, Тимура тоже спросим. О, ля-да-да-да. Ну, что было самое прикольное? Мне понравился музей в Барселоне. С мячиками, да? Да. С шариками? Да. И? Плавать мне тоже понравилось. Ну, прохладненько жалко. Прохладненько, но когда привыкаешь, классно. Хорошо, а что не понравилось? Что мне понравилось? Тяжело. Ну, подумай пока. Тимура, как тебе поездка в Испанию? Красно, хорошо. Не жалеешь, что поехал, а не остался с Артёмом дома в гаджетах, мог сидеть всю неделю? Нет, думаю, не жалею. Думаю, не жалею, ясно. Что понравилось тебе больше всего? Монастырь. Монастырь, в который ты меньше всего хотел ехать, да? Чему? Хотел? Ладно, ладно. Я меньше всего хотел ехать вот этим вот дорогам в Дойде. Тимур не сопротивлялся в монастырь. По каким дорогам ты не хотел ехать? Когда мы просто вдоль берега ехали? Да, когда мы просто вдоль берега ехали. Было красиво, но... Но самое красивое место ты не увидел, ты в машине остался. Да. Хорошо, а что тебе не понравилось? Не понравилось? Да. Милан, ты придумала? Монастырь. Придумала. Монастырь тебе не понравился? Я не знаю. Я тут не поняла. Почему? Классно было. Мне понравилось. Ну, там, может, еда, не знаю, погода, море, там, что угодно может быть. Еда была вполне хорошая. Так обидно то, что этот каталанский десерт был только один единственный раз. В самом начале каталанский десерт был в субботу, когда мы приехали, и Чурос был только в первый день, да? А потом не было. И Тимур говорит, наверное, в следующую субботу будет, но мы-то уже уехали. Знаешь, Маш, у меня десерт. Вот все ночи было все хорошо, да, никаких комаров, ничего. И вот именно в последнюю ночь прилетели комары, и меня начали кусать. Мы просто открыли окно. Да, мы спали с открытым окном, и было влажно, дождь был. В общем, Милану здесь комар покусал. И тут еще у меня за руку и за ногу немножечко. Тут, тут, на ногах. Тоже, да? И вот здесь вот. Ну, короче, да, у нас последнюю ночь слегка пожирали. Будь здоров, Артем. Вот так, а что-то прям плохого-плохого. А тебе, Артемка, понравилось без нас? Хочешь, чтобы мы еще раз свалили на недельку? Я думаю, побольше. Он говорит, все хорошо, но вот если бы еще булочку с кексом и с Соней с собой взяли, было бы вообще отлично. Мне было такое же тяжело, или что-то. Нормально. Не скучал даже. Отлично. Саша, ну в конце концов, ну снеси отсюда. У него. И чистое полотенце. Сейчас будешь с своими блохами на улице спать. Ну, Саш. Я его убираю. Что, ты убираешь блох? Да. Все, и никаких ежей больше. Серьезно? Вот видишь, еще не хватало, чтобы у нас взяли в полотенце, отвели, хотели накормить ежа. От него блохи давай прыгать. Ну и что? Ничего, зашибись. А что такого? Ничего, да. Правда, что? Вулк, уйди от него. Пару блошек прыгнула. Да, и в чистое полотенце мне. И что? О, они же днем не остаются же, не клещи. Прыгнули и упрыгнули. Надо, чтобы до меня не остались. Я не буду с тобой спать, ты блохастый. Проверим сначала. Вулочка, отойди от папы. Иди. Отойди от папы, он блохастый. Папа. Блохастый. Ну, ежики на самом деле заколебали. Это новый ежик, этот маленький. Это маленький, да. До этого большой приходил, или не один даже. Как-то не один год я не замечала, что такое ежей на террасе. Может, потому что булка на них не охотилась. А тут только ежик, все, булка уже всех видит. Ну, не надо его кормом долго кормить. Я его взял. Что ты хочешь? Отпады, ну-то я ничего не сказал. Нет, ну, стирку положи, фу. Чего фу? Фу. Ну, ты же ежик. Так, все разошлись, самое время чай попить. Чай я буду пить с черемой. Вот она. Кстати, моя любимая консистенция, это именно вот такая. Когда она не слишком спелая. Прошу вас, мы купили две в Испании. Но пока я дошла до того, чтобы их съесть, они уж, конечно, были переспелые. И уже не такие вкусные. Мне вот нравится именно такая консистенция, видите? Но как бы еще не совсем темная, не совсем такое расплющенная. Прям супер вкусно. Сейчас вот самый сезон начинается. Так что буду с чаем. И полистаю газетку. В последнее время я не очень любитель. Раньше прям ни одного не пропускала выпуска. Смотрела, где и что почем. Надо бы снова посмотреть. Может, какая-то идея придет, вдохновение. Может, что придумаю купить. Список, может, составлю в конце концов, да? Что у нас приходит? У нас приходит Юск реклама. Правильно я говорю? Юск или Джуск? Алдизют. Что у нас еще тут приходит? Какой-то строительный магазин. Эдека. В принципе, у нас и Эдека, и Алди. Она все под боком, все рядом. Пенни также у нас. Самый ближайший магазин. Так, Поку. О, боже. Так, что еще? Лидл тоже близко. А вот Хит от нас подальше. У нас в городе всего два. Одно время мне казалось, что магазин очень дорогой, и мне он не нравился. А когда мы жили возле Хита, мне он очень полюбился. Там довольно хорошие, свежие продукты. Бывают часто акции. Ну, конечно, дороже, чем Алди Лидл. Но, тем не менее, и ассортимент поинтереснее. Вот. Нету поблизости у нас. Нету у нас тоже чуть-чуть дальше находится. Я не знаю, мне в Нету почему-то меньше всего хочется ходить. Хотя, ну, не скажу, что плохой магазин. Именно по продуктам ассортименту. Именно внутри атмосферы мне в Нету почему-то не нравится. Как все расположено. Вот. Не знаю, как сказать. Но это тот магазин, который, когда мы только переехали в Германию, он был тоже один из ближайших к нам, и я чаще всего в нем закупалась. Тут нам рассказывают о том, что время перевели вчера на зимнее. Ваш сострения тоже переводят? Те, кто не из Германии. Как вы находите это лишним? Или нужно? Я, в принципе, ничего против не имею. Но некоторые очень сильно на это реагируют. Не знаю, может быть, с возрастом это проявляется. Все, друзья, я собираюсь попить чаечек. Вещи я разобрала полностью. С чем можете меня поздравить, слава богу. Сегодня даже два раза постиралась. Еще разу на два там стирки. Ну, наша, плюс еще то, что уже было, накопилось от Артема. То, что у нас набралось. И, возможно, завтра дойду до утюжки. Как посмотрю, знаете, так вздрогну. Но когда начнешь, это на самом деле не так все страшно. Все, друзья, обнимаемся с вами. Завтра снова опять увидимся. Куда мы друг без друга, правда? Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok